Ваше тайное прибежище Личный концертный зал Место, где в голову приходят гениальные мысли Я говорю о вашей ванной комнате Она также известна как санузел и уборная Люди с техническим складом ума скорее предпочтут назвать ее кубическим пространством для устранения излишков пищеварения Стоп! Вы еще не пели в ванной? Обязательно попробуйте! У вас все получится! Однако в ванной люди, как правило, совершают общие для всех ошибки, касающиеся гигиены Номер один А вы обращайте внимание на свою зубную щетку? Ведь ей так одиноко! По правде говоря, нет Ваша зубная щетка – дом для более чем 10 миллионов бактерий, включая кишечную палочку Этот микроб может вызвать диарею и рвоту Потому важно тщательно промывать щетку после каждого использования А также покупать новую раз в 3 месяца Вы также можете обрабатывать ее антисептиком раз в неделю для дезинфекции И забудьте о колпачке – с ним бактериям будет проще размножаться Никогда не храните щетку на раковине Позже узнаете почему? Пока просто поверьте на слово Храните зубную щетку в закрытом ящике Номер два Когда вы купили свою мочалку? Сложно после души испытывать ощущение свежести и чистоты, если просто растирать микробов по всему телу Да-да, мочалка тоже может стать их домом, если не менять ее регулярно Отмершие клетки кожи оказываются внутри губки Затем под воздействием пары начинают размножаться микроорганизмы Стоит выбросить мочалку, если она прослужила вам дольше трех недель Когда купите новую, не забудьте тщательно сушить ее после каждого использования Кстати, если в ее составе нет пластика, вы можете дезинфицировать ее раз в неделю, положив в микроволновку на 20 секунд Номер три А вы правильно моете руки? Возможно, родители говорили вам, что руки нужно мыть в горячей воде, потому что она лучше убивает микробов Однако это заблуждение Высокие температуры более эффективны в борьбе с микроорганизмами, только если речь идет о 100 градусах Цельсия Проще говоря, это должен быть кипяток Это означает, что нет разницы, в какой воде мыть руки, горячей или холодной Если вы тщательно их намылите, ополоснете и высушите В обоих случаях вы избавитесь от одинакового количества микроорганизмов Но проблема в том, что в среднем люди недостаточно долго моют руки Нужно тратить на это минимум 20 секунд Потому в следующий раз в процессе дважды про себя пропойте С днем рождения меня! И уделите внимание ногтям Номер четыре Как часто вы делаете пилинг? В целом это превосходный способ избавиться от загрязнений и ороговевшей кожи Но если повторять процедуру слишком часто, ваша кожа будет обезвоженной Это нарушит ее естественный PH Она начнет выделять больше жира, чтобы компенсировать недостаток влаги В результате поры засоряются, появляется сыпь В общем, ничего хорошего Кожное сало выполняет важнейшую функцию естественной защиты Вмешиваясь в этот процесс, вы рискуете заработать раздражение кожи И повысить ее чувствительность к солнцу Потому не стоит использовать скраб или жесткие мочалки чаще, чем один раз в неделю Номер пять А ваша шторка подходит для ванной? Эээ, почему это имеет значение? Ответ прост Если шторка слишком длинная или слишком широкая Она будет собираться, образовывая в некоторых местах складки Они станут местом концентрации сырости и влаги А следовательно, прекрасной средой для появления плесени Она не только отвратительно выглядит, но и очень вредна для вашего здоровья Если вы не можете найти подходящую шторку для душа Просто укоротите вашу по краям и снизу И не забывайте закрывать ее после душа так, чтобы она могла хорошенько просохнуть Номер шесть А вы умываетесь в душе? Знаю, это позволяет сэкономить время Но горячая вода сильно сушит вашу кожу А вам уже известно, чем все может закончиться Но это совершенно не значит, что нужно впадать в другую крайность Умываясь ледяной водой, вы можете повредить кровеносные сосуды И на коже появится путинка из вен Лучше всего использовать теплую воду и умываться над раковиной Номер семь А вы пользуетесь полотенцем после душа? Фух, кто же этого не делает? Все так Но дело в том, как вы это делаете Если вы рьяно трете свое тело Тогда можете заработать раздражение И лишить кожу столь важного для нее защитного слоя Лучше нежно похлопывать ее полотенцем Если вы планируете использовать увлажняющий крем Нанесите его сразу после душа Так вы сохраните влагу внутри пор, открытых водой и паром Номер восемь А вы правильно спускаете воду? Да, для этого тоже существуют рекомендации Делайте это, опустив крышку Если вы станете спускать воду в туалете с открытой крышкой Тогда приготовьтесь Мельчайшие частички Того, от чего вы избавились Разнесутся по воздуху в радиусе 4,5 метров Зубная щетка, оставленная на раковине Полотенце, туалетная бумага Все покроется Остатками вашей жизнедеятельности Как будто унитаз чихнул на все вокруг Микробиологи называют этот феномен туалетным шлейфом И утверждают, что он является источником распространения болезнетворных бактерий Если кто-то неправильно спускает воду Он подвергает опасности не только собственное здоровье Но и здоровье своих домочадцев Поэтому сделайте одолжение себе и окружающим Закройте крышку перед тем, как нажать на кнопку Номер 9 А у вас чистый ёршик Как и в предыдущем случае Эту операцию мы проделываем не задумываясь Берем в руки ёршик Чистим чашу унитаза А затем возвращаем его обратно в подставку Это плохая идея, так как мокрый ёршик и вкупе с тесным пространством Приведет лишь к размножению бактерий и микроорганизмов Стоит ненадолго замочить ёршик в растворе воды и чистящего средства А затем хорошо просушить его Подставку нужно тоже продезинфицировать Конечно, заставить себя выполнять такую процедуру каждый раз после использования непросто Но попытайтесь делать это хотя бы дважды в месяц Вот еще полезный совет Закончив чистить чашу, прижмите ручку ёршика сидением так, чтобы он нависал над чашей Ёршик будет сохнуть, а сидение не даст ему упасть Весьма не глупо Номер 10 А вы носите тапочки в душе? Нет, я сейчас не об общественном бассейне или тренажерном зале Нужно надевать тапочки даже в собственной ванной Многие ошибочно полагают, что самое грязное место в ванной находится под ободком унитаза Но в действительности на полу гораздо больше бактерий Особенно если вы не закрываете крышку унитаза Так что почаще мойте и дезинфицируйте пол и носите тапочки Номер 11 А где вы храните полотенца? Может показаться, что хранить их прямо в ванной невероятно удобно Но влага внутри помещения как раз то, что нужно для развития грибка и плесени И ваши мягкие махровые полотенца и полотенца из любых других тканей Совершенно от них не застрахованы Если вы не собираетесь перенести грибок на тело Лучше храните полотенце в другом месте Также хорошенько просушите полотенце, висящее рядом с душем Вспомните о микробах, живущих в складках И всегда берите в ванную чистые Номер 12 А вы храните лекарства в шкафчике для ванной? Возможно, предполагалось, что вы будете складывать внутрь таблетки, капельки, бинты и прочее Но не поддавайтесь соблазну Для того, чтобы таблетка подействовала Нужно не только следовать рекомендациям врача Но и соблюдать условия хранения Пар и влага в ванной комнате могут навредить лекарствам Срок хранения некоторых из них может серьезно сократиться Лучшее место для лекарств Шкаф для одежды или кухонный шкаф, находящийся на расстоянии от раковины, духовки и других приборов Так-то, теперь в вашем ящике освободится место для зубной щетки Номер 13 Вы тщательно убираетесь в ванной Полагаю, никому не хочется, чтобы в ванной было грязно Но лишь немногим известен маленький секрет, способный сделать уборку более эффективной Нужно просто увеличить температуру Всего 10 дополнительных градусов позволят вашим чистящим средствам проявить весь свой потенциал Однако не стоит увлекаться Просто наберите в ванную горячую воду и подождите несколько минут Пар от воды поможет вам сделать ванную комнату настолько чистой, что даже ободок унитаза будет сиять и радовать вас своей стерильностью Весьма хитроумно Признайтесь, какие из этих опасных привычек есть у вас? Расскажите в комментариях Если вам удалось узнать сегодня что-то новое, поставьте лайк этому видео и отправьте его друзьям Эй, но не спешите спускать воду У нас здесь 2000 видео для вас Все, что нужно сделать, это выбрать левое или правое Нажать на него и наслаждаться Оставайтесь на яркой стороне жизни вместе с Эдми